Если бы тебе сказали по шкале от 1 до 10, сколько бы ты поставил этому сайту? Ну, типа там шестерочка, семерочка, ну, чистенько, аккуратненько, структурка прослеживается, меню более или менее приличное. А когда начинаешь с ним жить, а еще потом смотришь в Яндекс.Метрику и в SimilarWeb, чтобы посмотреть, откуда люди заходят, начинается всякое веселое. Вот это вот веселое тянет где-то там на троечку или даже на четверочку. Вот за этой внешней эстетичностью скрывается на самом деле некоторая черти. То есть при традиционности этого сайта, например, для медиа, хотя там тоже есть несколько нюансов, дальше начинается веселье. Если мы смотрим Яндекс.Метрику, увидим, что наравне с прямым трафиком там заходы из социальных сетей. Причем, если смотреть на структуру заходов, это структура заходов на внутренней странице. Если мы сейчас с тобой откроем страницу внутренней, то ты увидишь одно веселое. Во-первых, ты можешь не увидеть, что ты открыл действительно страницу единицы. Там достаточно массивный баннер «Смотри нас в Инстаграм» и прибитый заголовок, который не всегда читается. Ну и дальше, если ты посмотришь, что наряду с достаточно структурным текстом, обвязка у него относительно минимальная. Это, кстати, подтверждается глубиной полтора-две страницы, которые по метрике. Это означает, что человек, который пришел на эту статью, дальше больше с нее никуда не уйдет. Сверху есть непонятная история. Видимо, то ли это главное, но на главное это не похоже, потому что это дата 15 июля, 14 июля, 9 июля, 8 июля. То ли это какие-то долгоиграющие сюжеты. В общем, это прямой связи с текстом не имеет, а давность, в общем, как-то не подсказывает, что это что-то важное. Давай наложим на эту главную время, в которое приходят люди, и предположим, с какими потребностями они приходят. Если посмотреть распределение по времени, оно, в общем, более или менее типично для медийных сайтов, утро, обед, вечер. Внимание, вопрос. Люди, которые сидят на работе. Я подозреваю, что в Магадане люди тоже работают. Ну, то есть, я такого исследования дополнительно не проводил, но предполагаю, что работают. Давай представим, чем может заниматься человек, который нормальный. Он может там убивать время. Тогда это один паттерн. Он может приходить за какой-то оперативной или важной информацией. Это другой паттерн. Ни для одного паттерна, ни для другого паттерна на главной странице у тебя сейчас якорей нет. Поясню, когда ты в процессе работы, там, с утра в обед или уже завершаешь, у тебя не очень много времени. Ты приходишь посмотреть, что важное, что интересное, составить свое представление, может быть, с кем-нибудь о чем-нибудь поговорить потом, а не того, что ты составил. Когда ты приходишь убивать время, у тебя, наоборот, времени много, тебе нужно что-то яркое, большое, цепляющее, с чем-то можешь взаимодействовать. Это либо лонг-риды, либо что-то полуинтерактивное, либо что-то, на чем можно залипнуть, зависность, вот так вот посмотреть. Давай посмотрим, как эти сценарии отрабатываются главной страницей с прямым заходом. Предположим, что у тебя не очень много времени. При не очень много времени ты заходишь и, начиная сканировать сверху донизу, увидишь пять материалов разной давности. Наверное, это главное, но учитывая, что тут висит вещь от 13 или 14, я подозреваю, что я их вижу всегда. Ну, то есть, если я регулярно захожу на этот сайт, напомним, мы Type-In рассматриваем, то я их вижу изо дня в день и, в общем, с высокой вероятностью их почитал. Смотрим дальше. Вещь, которая очень похожа на баннер, хотя, по сути, это анонсы. И, кстати говоря, вот только сейчас, обсуждая с тобой структуру, я понял, что это не баннер с правой стороны, красная штука с твердым улыбом и быстрыми медиками. В общем, оно выглядит, оно как коммерческий баннер во многом из-за того, что ассоциируется с ярко-красным цветом, который был у баннера «Смотри нас в Инстаграм». Кстати, вот сама по себе находка с ховером, она хорошая. Мы когда-то давно проводили исследование, что такого рода интерактивы людей заставляют, ну, как бы, поиграть со страницы. На секунду остановиться и побаловаться. Ленивый такой интерактив, ты ничего не делаешь, кроме того, что меняешь... Я по глазам вижу, что ты с этим балуешься сейчас. Да, да. Дальше ты видишь два материала, под ними фотоапортажи, инфографика и видео. А дальше возникает вопрос. Как бы, это то, о чем мне нужно сейчас знать, это то, о чем я сейчас могу с окружающими поговорить, или это не очень понятная история. Вот в свое время, год четыре назад мы проводили тестирование, и оказалось, что даже для постоянных посетителей область главного, она должна быть, во-первых, и, во-вторых, она должна быть каким-то образом отвечена. Цветом ли, обозначением, что-то там, не знаю, главное, важное, знать сейчас, или названия могут быть совершенно разные. На человека должен быть фокус, на что обратить внимание. Это, кстати, пересекается с одной из эвристик для оценки интерфейсов, товарищей Нильсенович Нейдермана, она называется «Очевидность системы». Вот я открыл страницу, на что я первое должен посмотреть. И в данном случае, если мы смотрим по акцентам, раз красным выделяются акценты, то нас ведут как? По слову «сюжеты»… «Магадан, медиа и ру» – это хорошо, 16+, интересно, кстати, «сюжеты». «Смотри нас в Инстаграм» и пошло «Извращенец». Ну, как бы «Смотри нас в Инстаграм», дальше у тебя этим топором ты спускаешься на ночной ДТП. История с главными новостями, двумя под «Смотри нас», она убивается, потому что у тебя перевешивается все в правую колонку. Дальше ты уже не соотносишь следующие три материала после фоторепортажа и видео, как что-то главное, потому что они разбиты, эта лента у тебя разбита сейчас. То есть есть вот эти две важных, а есть что-то такое менее важное. Ну и вообще в целом здесь, скажем так, с фокусом внимания есть определенная сложность. Я подозреваю, что вот эта лента новостей на самом деле, которая «Подсмотри нас в Инстаграм», разбита разноформатными баннерами. Ну, я так думаю, что да, потому что там вот по самому типу баннеров, там есть коммерческие, есть свои собственные, да, это просто как перебивки. Если покопаешься, то увидишь, что есть фотографии иллюстрации дублирующие, причем иногда соседние. Значит, но в этом на самом деле есть одна хорошая вещь, вот в структуре, которая здесь предложена, которая несколько убивается подачей. Значит, хорошая вещь – это лента. В свое время, опять-таки, по некоторым исследованиям мы смотрели, что это достаточно эффективный формат для людей, которые, ну, грубо говоря, погружены в новостные материалы. То есть если ты человек туда приходишь, хочешь сориентироваться, лента – это удобный формат. Другой вопрос, что эта лента, она сейчас стала немножко непохожей на ленту. И даже не из-за коммерческих форматов и не из-за размещений. А сама компоновка и пропорция элементов, она немножко тебе эту историю нарушает. Я имею в виду, что в левой колонке у тебя опорная линия, ты же сканируешь по заголовкам, вот эта вот опорная линия сканирования, она у тебя нарушается врезками баннеров, и всякими там… А, ну смотри, то есть по идее, если бы вот эти вот разрывы, они приводили к какому-то новому структурному элементу, например, там дальше была другая бы рубрика. Да. То есть баннер-рубрика, баннер-рубрика. А это будет более… Второе, обрати внимание, что ты сейчас сканируешь по левой стороне. Баннер у тебя четко по левой стороне сфиксирован, и врезки типа фоторепортажа тоже ты там все прочитываешь. А теперь отследи, как ты читаешь заголовок. Ты упираешься в картинку, дальше ты начинаешь искать взглядом заголовок, потом читаешь заголовок. Попробуй пробежать по этой ленте по заголовкам. Взгляд начинает дергаться в левый край, в опорный. Абсолютно. Абсолютно. Потому что, видимо, мое предположение, что кегель у заголовка достаточно мелкий, он не сильно отличается от лида под заголовка, а фотография достаточно сочная, она отвлекает сильно внимание. Фотография сочная, кегель действительно не сильно отличающийся, плюс сам лид с заголовком, они достаточно близко друг к другу. Как сниппет это воспринимается, а когда ты начинаешь это прочитывать, это достаточно тяжело. Посмотреть, как это решено, можно, например, в той же выдаче Google или Яндекс, когда превьюшки с левой стороны, там в какой-то из версий это есть, там чуть более аккуратно это решено. Повторюсь, сама история с лентой на главной, она хорошая, но вот реализация этой ленты, она немножко тяжелая. С правой колонкой все чуть хуже, потому что, как мы с тобой выяснили, вот этот красный топок смотрится не как редакционный, тем самым, кстати говоря, убивая привлекательность рекламы с правой стороны. А вот дальше там некоторые непонятные месива, потому что, с одной стороны, вроде бы что-то полезное, вот тут есть колонка от первого лица, есть актуальные комментарии, есть непонятные опросы и конференции. Смотри, у меня вопрос про конференции, потому что я их сначала первым делом увидела наверху в верхней менюшке. И если честно, я подумала про оффлайновые конференции, ну там типа, не знаю, встреча вахтовиков-затейников. Ну потому что слово такое. Да, и у меня вообще даже близко не было мысли о том, что это конференции, которые онлайновые, это типа там интервью. Здесь имеет смысл действительно привести что-то к одному формату, потому что, во-первых, это порождает сразу ожидания соответствующие, во-вторых, это просто прикольно. Ты обратила мое внимание вчера на стоимость интернета в Магадат. Да, есть такая проблема. 400 рублей за 500 мегабайт от Ростелекома. Если взвесить эти страницы, кстати, возвращаясь и к конференциям, которые, по идее, должны рефрешиться. Если вернуться к стоимости страницы условной, то окажется, что человек, ну где-то половину интернета будет тратить как раз на этот ресурс. Здесь есть повод для некоторой оптимизации страницы. Я, к сожалению, не кодер. Здесь лучше с ними пообщаться. А вот исходя из того, что там есть большая доля мобильного трафика, что для регионов не всегда справедливо. Вот для тех сайтов, у которых высокая доля мобильного трафика, для них есть какие-то рекомендации, что им нужно сделать с точки зрения интерфейса? Смотри, давай... Я отвечу сейчас на твой вопрос, только есть одно маленькое уточнение. Когда мы говорим мобильный трафик и смотрим на показатели мобильного трафика, надо очень хорошо понимать, что этот мобильный бывает двух типов. Бывает устройств с мобильных, то есть планшеты и телефоны, это одна история. И он бывает со свистков. Просто через... Это не компьютер или компьютер, но у которого там USB-модем, который с симкой, который распознается как мобильный интернет. Соответственно, рекомендаций там базовых несколько. Но они более или менее постоянны даже не для мобильного интернета. Это очень скрупулезное структурирование блоков иерархии от главного к частному. Это внимание к тому, чтобы основная и важная информация была доступна у тебя вот в этом основном окне, левая вертикаль, левая вертикальная часть, чтобы ничего не выпадало. Это проверить, что и как грузится, потому что мобильные это прогружают сверху вниз. И тут в последнее время много говорят, вот адаптивная верстка, адаптивная верстка. Она тяжелая, то есть в случае с нашим интернетом это не пойдет. И чем больше блоков на странице, тем сложнее поддерживать эту страницу. Поэтому насчет адаптивной верстки я бы, наверное, пока не рекомендовал. Если это, повторюсь, дорого. Переработать блоки навигации, переработать блоки главного, чтобы они были видны на мобильном, это да. Ну, либо можно свертать отдельную мобильную версию, потому что почти всегда по юзередженту можно определить, что это мобильный, и предложить ему, знаешь, такую уплощенную, от слова плоский, версию сайта, где у тебя навигация будет свернута в первый блок, дальше пойдет все главное, и дальше потом уже следующий блок. Ну, в любом случае, мы же говорим в первую очередь про гуманитарный подход, да, то есть про управление смыслом. То есть мы все равно потом уже даем задачу программистам, каким образом это все сделать. Но вот у меня все равно еще остаются вопросы. Ты сказал, что такое более-менее понятное меню. У меня большие вопросы к сюжетам, потому что в моем понимании сюжеты – это некое событие, которое продолжается во времени. И сюжеты «Народный корреспондент» может быть, ну, в моем представлении только реалити-шоу, когда он «Народный корреспондент». Ну, в этом смысле это больше похоже на то, что часть людей называют актуальные темы, часть людей называют спецпроекты. Тут я как бы вот в конкретный нейминг лезть боюсь, потому что в каждом монастыре свой устав. Понятно, что общепризнанность, что сюжет – это, во-первых, безусловно, это что-то во времени, но имеющее начало, и конец, и определенное развитие внутри. Вот, но, не знаю, здесь скорее у меня претензии больше к компоновке, потому что у тебя есть условные сюжеты «Викенд Магадана» «Народный корреспондент», а вот то, что под ним – это сюжеты или нет? Ага. Или это анонсы, как в газетах вверху? Знаешь, это на анонсы не похоже, потому что 13 июля было два дня назад. Здесь что-то старое. А, ну еще за счет того, что размер фотографии аналогичен лентовой. Да. У тебя ощущение, что это либо лента, либо еще что-то. Кстати, азимировать две вещи – по главной и по странице единицы. Значит, по главной основная проблема… То есть хорошие вещи, давай с хорошего начнем. Хорошие вещи – там хорошая лента. То есть сама идея с подачей вот такой вот, для заходов на главную осведомленность, что где происходит, она хорошая. Люди, ну, сделали все чистенько, это тоже хорошо. То есть история с эстетикой и лаконизмом дизайна, она там, ну, практически выполняется, кроме вот этого бросающегося бычачьи красного цвета редакционных баннеров. Что не очень хорошо в главной странице. Она тебя никак не поддерживает в твоем рабочем сценарии. В ней нет акцентов. На что посмотреть в первый момент? На что посмотреть во второй момент? Сколько мне на это потребуется времени? Если я хочу зависнуть, куда мне пойти? Если я хочу просканировать, куда мне пойти? Есть некоторые структурные нюансы, которые мы обсудили. Да, вопрос сканирования ленты, что вот так вот движение происходит из-за разрывов. И мы с тобой обсудили, что не до конца понятна приоритетность этих элементов. У Нильсона со Шнейдерманом есть две еврестики из десяти универсальных для оценки интерфейсов. Формулировка одной заключается в том, что при заходе на страницу должно быть очевидно, с чего начать и куда продолжить. Так называемый affordance. И вторая история, она заключается в том, что человек в каждый момент времени должен понимать, где он находится и куда оттуда можно дойти. Вот с главной страницы это не очевидно. Со страницы единицы все чуть лучше. В том смысле, что иерархия более или менее простая. Текст хорошо структурирован на редкость. Спасибо людям, которые размечают там абзацы. И ссылочки, все аккуратненько, все калаченько. Но опять пропадает шапка, непонятно в куда смотреть, я имею в виду заголовок. И не очень понятная вот эта верхняя история, теперь в ней другие даты. Теперь там 8 июля. Если она заканчивается на 13 июля, то сейчас здесь 8 июля. И одинаковые для одной страницы и для другой страницы полуслепая правая колонка, потому что в ней есть ощущение, что, возможно, какой-то сакральный смысл и был, но в конце концов это все пришло к тому, что блоки туда накладывали по мере появления. Ну и правая колонка, так как она сквозная на всех материалах, то вот, например, программа переселения, вот я сейчас нахожусь, ветхого и аварийного жилья соседствует с опросом про бродячих животных. По идее, если бы можно было связывать правую колонку таким ложным контекстом, выводить правую колонку в зависимости от рубрики или в зависимости от тематики публикации, правая колонка была бы более связана с левой. На самом деле, знаешь, здесь есть нюанс. Мы с тобой вот так рассуждаем с позиции людей, которым это постоянно не пользуется, то есть по-хорошему, при хорошей оценке надо было бы обзавестись портретом потребителя, попробовать типовые сценарии пройти, пожить с этим в обнимку. Может быть, у жителей Магадана и Магаданской области не возникает таких сложностей, у них выработалась баннерная слепота на эти три вещи, и они сразу читают... Я не смотрю только ключевые слова, надо. На самом деле, судя по структуре трафика, читают они единицы в основном, а с главной они там что-то быстро куда-то уходят. Но на странице единицы, говорю, там есть нюансы, связанные с разведением и с нейтривизуальной иерархией.